так друзья продолжаем продолжаем и последнее что я понял была мысль такая фокстрот вообще не тащит ну нужен короче говоря корабль который смог бы противостоять самым маленьким к сожалению линию нужен ангар нужен ангар нужен срочно в него с 1 самолет вторые мне понадобится безусловно они не будут нужны но сейчас нужен хотя бы один маленький дабы он сбивал этих короче мухобойка нужно чтобы решать этот вопрос пока одного фокстрота отправим на разведку потому что не могут они справиться так ну тут что-то странное происходит фокстрот здесь не сможет пропатрулировать достаточно долго чтобы обнаружить так ну да не долетит у него топлива просто не хватит он здесь-то постоял всего пару часов ну конкретно пропускаем конкретно то есть что-то происходит близится конец месяца так синопедия вскрытие сезана эти черти оказывается сезанами были так сезана там гуманоидный тип пришельцев роста метр семьдесят я полагаю вы разделите наше удивление так как они очень сильно похожи на человека мы считаем что вероятность случайно возникновение такой расы равна нулю а ты скрещенные люди наверное или и вот эти черти когда неизвестные так ну ладно дальше вы сможете почитать на паузе вот я уже все читать не буду так самое основное биология пришельцев нам доступна стала и лениум и лениум и лениум это цвета сей светящийся желтый материал формирует ядро источника энергии нло мы полагаем что он содержит огромное количество энергии ясное дело раз на нем корабли пришельцев летают этот чувак капитан очевидность просто налить физиологии пришельцев он может пролить свет на происхождение существ метод их поимки во время наземной операции метод их поимки вот это необходимо в данный момент а но я пока не могу мне еще идет процесс кстати говоря с процессом у нас же один один закон цена немножко но с ним же все в порядке правильные четыре в запасе получается он летит или не летит или солдат зайти на нет они все до 2458 нормально 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 иначе даже тот кто на 29 дней так далек все таки уже может дальше воевать ну ладно ждем чего-нибудь как деньги то уходят стоп плазменная винтовка пришельцев плазменная винтовка пришельцев оружие пехоты пришельцев приблизительно 80 сантиметров в длину и 3 килограмма весом для использования нужны две руки да ну нафиг это намного более серьезное оружие нежели плазменный пистолет генерирует более мощный концентрированный сгусток плазмы по сравнению с младшим братом дело понятно основное орудие пришельцев будет плазменное орудие анализ метода генерации плазмы этот это заложит фундамент для сознания нашего собственного энергетического оружия что лучше энергетическое оружие или возможность их ловить я думаю что сначала нам нужно все-таки возможность по ним метко стрелять потому что иначе мы начнем терять солдат сколько там по производству что два шакала уже есть или не у моей сплавы есть отлично что-то уже есть мы можем уже двух наших самых бравых солдат где-то было вот то что я не за ну да я-то погиб его ну печально 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 вот этим я буду новым новый парень так харизматичное выражение лица и конечно же бронежилеты оденут те кто ходят все щитами потому что по ним основной урон проходит хоть немножко но я надеюсь это поможет их защитить ждем дальше ничего не происходит а зря должно что-то происходить круги на полях круги на полях так эскорт нет высота 16000 скорость маленький 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 ухты два сразу до что у нас база из базы нас один день и ладно хорошо я вот не помню маленький фокстрот с ним справился или там должен быть разведчик не тут отступить представляете насколько это фэйл просто нет слов просто нет слов все что я могу сделать это сюда вызвать фокстрот дабы правил разведку может быть может быть что-то обнаружится хоть если база будет это будет замечательно так или иначе через день вот модуль построился мы сразу же можем купить наверное да вот так вот стоимость 100000 и у нас денег просто нет они будут уходить все-таки на содержание войск и вообще на производство так я не понял а я только купил производство тех самых бронежилетов что мы пропускаем точным об стоп 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 это какой у нас маленький тоже пользуемся случаем чарли вылетает остановлено в видите связи с финансовыми проблемами так что он сплазанная технология пришельцев ну вот тут можно почитать но я так понял мы теперь можем что-то создавать лазерное оружие есть есть контакт отлично хотя нам это нафиг ничем не поможет сейчас давай день наступи ну и слышь вернуться на базу мари хоп делаем хитро выберите новую цель давай ну чтобы день наступил давай ну и он улетает представлять вы просто представляете что сейчас происходит вы это но не серьезно одни фокстроты и одни маленькие корабли вы понимаете куда ты летишь вернись на базу ты не понимаешь что ты делаешь вернуться на базу полный фейл он они там мутят еще хотят их никто не звездом похищает людей так успеет он до ночи долететь выберите новую цель до а лети хоть туда ебуты давай ну 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 и все да что вообще представляет понимаете через произошло сбили корабль десантный через сколько он восстановится хоть написано было или нет но у него просто типа прочности нет ну ладно хорошо что там что там кого-то ранило вообще я уже совсем так начали всего один никто не назначен так ладно хорошо сейчас назначим так-так-так-так-так-так а чарли еще не прилетел или он еще не восстановился короче что-то происходит явно нехорошая отлично отлично теперь мы можем хотя бы делать деньги хотя бы делать деньги сколько нам ждать в основном 27 часов ну не так страшно на самом деле значит все таки они даже десантный корабль могут сбивать вполне успешно если ну вот но это такая была подстава не серьезно ладно приспособимся не впервые так лазерное оружие лазерное оружие это отличная вещь тяжелое лазерное вооружение именно то что нам нужно тяжелое лазерное вооружение это вооружение пойдет на правильно на кондор наверное на тяжелая точка подвески наверно сюда пойдет и в тот момент когда сюда поставится он будет просто лазерная винтовка снайперская карабин пистолет так все это стоит денег у меня и так уже все приостановлено денег нет 28 часов должно было пройти нет еще 12 часов до 9 вечера давай 21 все я просто ну так проверяем быстрее так 3 минус 38 часов что такое не готов взлету хорошо его снарядить уже могу или пока нет нет тоже вообще непонятно ладно ждем маленький это тоже маленький но у нас теперь есть один кондор я надеюсь что с помощью него мы хотя бы сделаем немножко денег ну нет же и он лег представляете на у кондора заканчивается да отлично ты летишь сюда нет он улетел они там столько бас на муть это вообще просто вы посмотрите предполагаемые изменения минус 300 тысяч за за первый месяц ситуация стабильная ноль континентов потеряно пришельцы победят когда 5 регионов будет потеряно вы понимаете я теряю все я теряю абсолютно все ремонтируется 30 часов потом еще без дня потом еще заправляться будет так что нам нужно что нам нужно у нас есть миллион это отлично и мы пока не будем ничего строить вообще нужно было бы вторую базу делать но у нас денег нет ни на корабли не на обустройство базы вообще по-хорошему еще бы перехватчики нужны были парочка на этот регион хотелось бы закрыть полностью шаром туда два радара тоже засунуть на пока не представляю как это возможно поэтому пока ждем отлично тяжелые лазеры новые нет но тогда биология пришельцев в то же время мануфактурим что-нибудь 7 из 8 сделано остался один день это прекрасно да нас в принципе хватает единственное что теперь гремучник и лавина да тут лазер гатлинга не сильно поможет луч и мед так луч и мед что у нас там об оружии было вообще луч и мед это скоростное оружие пехоты а понятно нет для пехоты нам не нужно я думал это что-то вроде на маленький я думал на факстрот что-то можно повесить но нет запомните факстрот фак ноу просто без вариантов а то есть это тоже маленький отлично у нас восстановился или нет или удар с воздуха чарли готов но на нем нет людей быстренько 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 кого-нибудь кинем раненых не берем благо солдат полно ну как полно один кто-то помер помер и у нас кажется не хватает одного щита да ну что могу сказать у кого тут с хп все в порядке и на ком броня на этих броньки нету один щитоносец помер надо нанять одного вот этого прекрасность прекрасный парень я чувствую все статы прям на высоте и из кого мы щита сделаем ну это вода хорошо переквалифицируется в щиточек значит два щита есть и все остальные автоматчики не шибко и без снайперов обойдемся хух чарли полетели только не ночью так производство бронежилет стоп а ну если я прилечу обратно то мы сейчас сделаем нечто уникальное так забыл совсем про бронежилеты ребята они же все произвелись это должен быть первый бой с бронежилетом ох ребята не доживете вы до вечера точнее до рассвета срочно мануфактурим лазерная винтовка знаете сколько 6 штук 16 дней ну а что делать и быстрый перехват чарли и он должен успеть до ночи должен успеть они и неизвестно 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 что она должна солдат с низким моральным духом может запаниковать бежать или впасть в неистовство в начале каждого хода угу нормально так ух расстановку то я не опа это полиция это полиция всем стоять за твоей пукалкой ты вообще ничего не сделаешь парень так сзади чисто уже прекрасно сразу полисмена пытаемся оградить ребята уже немножко одеты но пока визуально это никак абсолютно не видно так там еще живой человек пока что все так город город это всегда не очень ух потеряли я здесь народа так ты хоп назад отсюда выйдешь мало ли он прямо здесь появился даже он настолько нуб что у него 25 шагов о боже ты умрешь если дойдешь конечно до поля боя вообще так все ребята выходят все ребята более-менее рассредотачиваются потому что тут только но отсюда оп что он там сделал он занервничал или его под контроль взяли нужно изучать технологию чтобы глушить своих я только что осознал мне кажется да нужно глушить своих сделали а вот у него синяя шкала упала мораль вообще упала конкретно поэтому надо срочно глушить того кто пытается заглушить нашего солдата бравого где-то здесь на стройке сидит я уверен сто пудов просто если он видит нашего парня значит он либо где-то в здании засел конкретненько со стену он должен вылезти иначе сейчас мораль упадет и он начнет убивать своих убивать вообще все живое вокруг себя гранаты кидать там ох уж эти нубы непрокаченные ну ладно в принципе солдаты недорогие главное это гражданский я же сказал вот этот черт который пытался законтролить так у нас уже двое спасены смотрите они прям там уже тусит в карте за не корабль предпределяешь они сейчас как в корабль садятся такие первый второй пилот тринч взлетели до базы за сотку типа потом такси до базы за сотку парк подгонишь так 26 95 процентов берем угодно 95 процентов игра ты 60 процентов попадает прекрасно годно и а мне показалось сейчас она 22 еще попадет давай есть контакт минус 1 прекрасно прекрасно и человек со щитом идет дальше на разведку заглядывает здание все как полагается прямо садится здесь так второму щитоносцу нужно прикрытие он ходит один если кто-то выскочит откуда-нибудь то на reaction shots пистолета я думаю не прокатит или отсюда сейчас может выскочить кто-нибудь ну ладно так уж и быть оп по щиту но метка занятили метка оп и там кто-то сидит сушить щитоносца не трогайте ради бога его давайте ребята давайте вперед так сказать нужен каждый солдат нильсон давать очков вообще нету тебе надо больше бегать больше двигаться мне кажется все таки тот черт где-то там сидит хоп и никого смотрите-ка подозрительно или мне кажется так этот сюда должен же взять кого-то так но тот не может быть нет он бы не дотянулся до щитоносца по-любому но тут только гражданские их полным-полно из-за них должны что ли да точно нам сейчас нужно поднимать рейтинг у нас нет рита а без рита мы нихрена не мы не сможем сделать абсолютно а еще этот щитоносец конечно нам мешает конкретно а тут будет мешать машину но конечно с блок сто процентов легче по моему щитоносца сюда подвинуть ну да но этот уже потерял наверняка вообще всю надежду на него попасть не на 45 45 по машине кстати щит насколько коцнут больше чем на половину следующий удар уже пройдет да щиты хоть и держит по одному выстрелу но один выстрел иногда может убить совсем вот живущий гад попался давай нам нужен еще один стрелок ты там пока дойдешь вообще инвалид сейчас второй выстрел по щиту отлично и щит исчезает щит исчезает скорее всего да и там кто-то бегает на складе ребята давайте назад ну что вы такие куда вы там жену враги и враги шаки везде на корабль все ребята эвакуируйтесь эвакуируйтесь так сколько один из 80 он держит вот тот момент ребят когда щит реально держит кстати вот это вот желтое то что вы видели до полоса когда целишься насколько я понимаю это максимальный радиус а дальше идет уже штраф по меткости моя догадка такая так но этот со щитом честно говоря уже на рожон ты должен и не лезть дальше уже ребята как бы своими силами нет 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 стоп 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 потому что то тот хоть и со щитом но один выстрел и у щита в общем один хп весь остальной урон пройдет по персонажу по ксенонавту поэтому нужно быстро быстро двигаться главное разумно тут вообще ничего разумного нет на самом деле чтобы вот так вот пробежать ты вообще понимаете тут уже три раза битва была это только от корабля добежал до сюда агнес что ты делаешь опачки мне кажется он в здании где-то сидит либо на крыше либо как-то у меня палит точно и палит он именно вот ну ладно пытаемся идти дальше должны мы спалить вот сейчас если кто то есть в здании нет здания никого опа а вот и кораблик но это штурмовая команда довольно неплохая из трех человек есть флэши они должны справиться тут кто бы кому бы пойти в здание и кому пойти бы в эту сторону в эту сторону должен пойти человек потому что мне кажется что там что то есть и в эту сторону тоже в свою очередь пойдут двое они пойдут вот сюда вот в этот угол смотреть я слышу шаги я не понимаю откуда ну вообще похоже на металлический полночь я слышу их в корабле как они носятся хорошо как он тогда из корабля меня палит черт ноль а там может быть парень сидит да не сохраняю я очков действия на маневр но так быстрее на этот бы уже давно подох на самом деле если здесь бы кто-то был можно еще ориентироваться так по живым местным ну а ребята благополучно добегают уже до непосредственно зоны боевых действий это даже заглядывает за угол вот так отлично сидим сейчас у нас решится оп дверь не открывалась значит опа 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 там начальник и главный инженер насколько нам фиолетовый насколько помню были все таки главные инженера в красном то были начальники типа капитана так хороший ребята хорош завязывай игра завязывай поглощено 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 оууу шит я же сказал вам здании кто-то сидит реакшеншот молодцы ребята ребята я вижу 6 а еще и дальше скрытая движена это ну это уже обойдут все хорошо 6 живых этот без щита без щита но он поглотил что он может на самом деле на самом деле он может сделать ничего хорошего все что он может это открывать и закрывать дверь когда в свою очередь ребята сейчас будут пытаться наверное все-таки гранатками флешами закидывать потому что их там трое и все за укрытиями давай парень нет вот так даже всех четверых можно давай отлично это даже кинет за 34 почему бы и нет отлично и закрываем дверь и даже садимся сосед команда мечты пока есть флеш и сейчас мы их всех там уложим так значит она ложкин там еще один бежим к нему и отсюда отсюда да мы можем вполне по нему попасть блок 50 но отлично 42 он нам не отвечает и 30 не попадает этот парень должен сесть блока не происходит с нашим парнем отлично он попадает и очередной секта и дохнет так тут уже никого нет тут понятно этот вообще забей там пусть бегает туда-сюда акнос там налево-направо носится может прокачает подбегать не они там внутри корабля и чувствую сейчас решают вообще что делать и че делать он же следующим ходом все равно откроет дверь в корабль и закидает гранатками правильно так она и будет я могу сразу сказать сто процентов на этот засядет здесь на reaction здесь на reaction и не хочу просто бегать час расследовать всю остальную зону если кто-то и выскочит то выскочит опять я повторяю заметили да свою ошибку я пошел минимальным войском на не кислый корабль но будем пробовать подавлять их отлично минус 2 и все остальные подавлены еще у нас несколько гранаток есть и еще одна гранатка есть так кидай твою нет отлично отлично просто прекрасно там остался один живой слышите напомните мне надо солдат отобрать а ну хотя нет боевую туда закидывать не вариант нужны флэш и ребята нужны флэш и срочно у кого есть флэш и там по моему один капитан остался опа кто-то еще в здании на втором этаже точно где-то но мы его убивать не будем мы за главное нам захватить аркейн панику эркейн паникует ты паникуешь чё ты паникуешь ты нервничаешь я так сто раз делаем пипец вообще нас тут что-то за существо такое паникерт и хренов чё ты нервничаешь все хорошо будет все в порядке нормально все будет ну в раз ты нервничаешь я подозреваю что надо попробовать все-таки подавлен отлично отлично с еще с пистолетика так ты нж на 27 не попал ну и хрен с тобой подождем до следующего хода там с флэшем еще сейчас подбежит парень солдафон нужно у всех повысить количество флэшей по 2 мало нужно по 5 я не знаю там пасть по 7 так он все тут же сидит еще одна попытка отлично видимо закоцаны уже насколько помню закоцаны они тут менее метки и аркейн больше не паникует хорошо отлично и я ожидал сейчас конца так как этого не произошло ребята придется заходить раз никто не выходит придется тогда заходить об видели видели это местные были или не местные и не увидим в любом случае там кто-то на реакшене стоит так но настрою открываем смотрим ну что в таком случае мы заходим нам ничего не остается я прекрасно знаю что там может быть делаем по тактике все за ограждениями все ждут сейчас кто-то если откроет дверь то будет сразу на подавление да это местный шаритом прекрасно так ну собственно момент истины кто идет кто идет никто не идет идут двое все это надо делать не спеша потому что одно неверное движение и и кто-то умрет поэтому все вот так просто тройной огонь сейчас открывается дверь такая гранатка выкатывается ребята вам презент и все и минус 3 сразу ну так бывает да вы понимаете да парень сидит реально наглый все он использует мою тактику если я побегу назад есть шанс reaction shot в спину а я побегу назад и он сейчас откроет дверь и мой reaction shot даже не сработал сработал отлично 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 пистолет нет ничего хорошего в этом минус 42 и если он меня сделает час я не знаю взорвать туда что ли гранату что вот или может флэш попробовать кинуть дверной проем слушайте этот парень должен подойти сюда а этот парень должен его подхилить а этот парень со счетом значит этот парень сначала скидывает мед пакет отходит этот его берет в руку сразу и пытается подхилить плюс 17 плюс 17 и еще все или еще можно все 36 из 36 но все так все у кого из вас есть флэши как раз у этого есть флэши хрен с вами как же их там взять но всей толпой туда ломиться тоже без вариантов на гранатку очень маленькие корабли очень узкие пространства и место для ошибки просто нет вот так я 25 у меня даже нету 25 вы понимаете я уже понял что там все вот эти вот мирные граждане носятся без стука совершенно но 25 у тебя есть есть прекрасно в дверь отлично прекрасно самся глухонул отлично 42 у этого 54 так этим обоим нужно встать игры встали и это тоже должен нет это должен сидеть будем сейчас пробовать что нереально они там засели знаешь против 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 тактики нужно как как какой-нибудь наверное лазерное оружие или что-то сможет в 93 версии игры 93 года там можно было сносить по все преграды вот не помню насчет двери пом двери тоже чем-то можно было сносить чем-то таким очень 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 мощным сразу кто тут у нас блок 45 она мы можем сразу засесть 25 25 33 8 очков останется 18 есть контакт не попал отлично этот на что-то еще способен блок 19 процентов рисковать не будем но этим подойдем блока нет 54 процента есть шансы сломал денежку закрываем дверь благополучно и ожидаем он даже если дверь откроет выстрелить ему не хватит просто шагов спокойненько целеустремленно пытаемся и вот все таки добить тренируя при этом наверное стрельбу даже или еще какие-то вещи пока у нас очень не меткие ребята станете меткость какая-то ну вот он вышел из-под укрытия сами у блок сто процентов хитроумный план слушайте опять иркейн самый первый лезет у нас из опять сдохнет я чувствую сколько раз я могу вдохнуть на миссиях ну ладно это первая реинкарнация всего лишь как только это он наверно не сдох он там когда транспортный корабль сбили десантный наверное так в тот момент он и подох просто не подох а решил бросить эту работу и все благополучно сейчас где-нибудь на карибах отдыхает дезертир стул такой точно да потому что всех остальных нашли одного только не хватило ну давай парень дохнет отлично все все 9 дней один день до лейтенанта младший сержант сержант агнес нильсон 51 до 51 сил так получаем шестьдесят пять тысяч уничтожены уничтожены батарея плазмы плазменный пистолет винтовки отлично где-то рейтинг отлично 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 это хорошо гвардеец сезан видите передано в научный отдел мы можем его допросить допрос пришельца анализ сезана но мы пока мы пока производим лазерные пушки и пока у нас все в этом хорошо хорошая миссия ладно продолжим следующей серии всем спасибо что смотрели до скорых встреч пока ребят